Карагандинка Сара Хуснуддинова оказалась на грани жизни и смерти в 34 года. В этом возрасте женщина заболела краснухой. Поначалу симптомы в виде небольших пятнышек не вызывали особых опасений. Но через несколько дней Сара уже не смогла встать с кровати. У меня было такое состояние, но это не передать. Это, знаете, температура, головокружение, слабость и горло. И практически я даже не могла встать с постели вообще. Потом вызвали врача на дом, потому что я не могла ходить. Они определили, что это краснуха. Это я в 34 года заболеть краснухой, я даже не думала. Это от того, что мне в детстве мама не прививала вот этой, как его, прививка вот этой, от краснухи. Последствия краснухи Сара чувствуют до сих пор. Болят суставы. Теперь женщина советует всем, не задумываясь, получать прививки. А вот алматинка Галина Валиева к вакцинации относится со всей серьезностью. От коронавируса женщина привилась в числе первых. И теперь запланировала защититься от ковида повторно. Об опасности инфекции Галина знает по опыту болезни брата. В юношестве он едва не скончался от кори, вспоминает женщина. Ну его всего осыпало, у него была высокая температура, он пластом лежал, это было 50 лет назад. Ребенку моему было где-то по второму году, сейчас 52 года старшей дочери. Вот, и я студенткой еще была мединститута. Противовирусной терапии не существовало. Вся надежда была как вытянется. Ну там капельницы какие-то ставили, приходили, делали. Госпитализация была в инфекционную детскую больницу. Ни одна инфекция, будь этот микроб, будь этот вирус, он никуда не девается, он живет же с нами, да? И только тогда прекращается путешествие от человека к человеку, когда все сейчас уже хорошо знают, что такой коллективный иммунитет. О том, что инфекции никуда не исчезли, говорят и медики. Поэтому постоянно напоминают родителям следовать календарю вакцинации. Те самые прививки, БЦЖ, АДС и другие защищают организм от смертельных болезней. Во взрослом возрасте прививаться повторно специалисты рекомендуют, но не заставляют. Все зависит от эпидемиологической ситуации, говорит Лязат Яралиева из Национального научного центра фтизиопульмонологии. Если в детском возрасте чаще всего кори проходят в виде коревых пневмоний или коревого отита, то во взрослом возрасте развиваются вызванные именно вирусом кори артриты. И самое опасное осложнение – это пансклерозирующий энцефалит, при котором поражается именно вещество головного мозга. И человек практически остается инвалидом. Всего в календаре вакцинации в нашей стране 11 вакцин. Полная иммунизация заканчивается в 16 лет. Далее каждые 10 лет можно получить бесплатно по две прививки – от дифтерии и столбняка. За все остальные придется заплатить из своего кармана. Адилю Нербаев, Талаб Болтобек. Специально для студии СИМ.